Очень приятно вас всех здесь видеть. Я уже был в Монтре полтора года назад. И тогда, когда я был в прошлый раз в Монтре, была одна проблема. Я очень быстро говорил. Поэтому сразу я постараюсь в этот раз говорить гораздо медленнее. Если кто-то был в прошлый раз, надеюсь, в этот раз будет немножечко понятнее. И, надеюсь, дорогие переводчики, которые находятся в комнате, похожей на комнату полицейских, не сойдут с ума от того, что я буду говорить. Тема, с которой мы к вам приехали, ее можно назвать очень по-разному. Тут она называется «Как делать медиа в России, когда все против тебя». Можно ее назвать «Просто как выжить медиа в России». Можно ее назвать «Как делать медиа в идеальном шторме». Так или иначе, все это про то, что мы к вам приехали из страны, где медиа делать не очень просто. Просто потому, что ситуация немножечко противоречит возможностям. И вообще, если возможно делать в России что-то, лучше делать не медиа. Но так у нас получилось, что мы делаем это. Нас действительно зовут Самат Галимов, технический директор. И меня зовут Илья Красильчик, я издатель «Медузи». И Самата здесь первый раз, Самата в Америке первый раз. Ездит, поражается всему, что видит. А я действительно выступал здесь полтора, ну, почти два года назад. И два года назад, в общем-то, в Монтере, мне кажется, все было примерно так же. Так же прекрасно. А, ну, некоторые вещи действительно изменились за это время. Например, у вас был другой президент. Тогда было очень приятно, ну, не то, что приятно. В общем, шутки про Дональда Трампа очень хорошо в любой аудитории проходили, потому что это была такая пугалка. Все боялись, что президент станет Дональдом Трампом. Но никто в это особенно не верил. И вот теперь все изменилось. Но что изменилось в нашей жизни? У вас-то понятно, что изменилось. Что изменилось в нашей жизни за два года? У нас было вот так вот. Сейчас? У вас вот так? Как у нас? У нас вот так. Но это же мы сейчас говорим про полтора-два года, да? В целом у вас было за последнее время вот так. А у нас было вот так. Я тут, конечно, опустил. У нас был действительно еще один президент. Но мы это всерьез не воспринимаем. Поэтому, в общем-то, было вот так. И поэтому, когда мы, конечно, с большим интересом читаем, слушаем и смотрим о том, что происходит в Америке, и как вы воспринимаете вашего президента, но смотрим мы на это с некоторой долей сарказма, потому что мы знаем, что где-то через три года или максимум через семь лет у вас будет кто-то другой. Но мы прекрасно знаем, что у нас будет все то же самое. К чему я это? Я это к тому, что мы делаем новости в стране, где ничего не меняется. У нас есть президент, который так или иначе находится у власти 18 лет. И прошлую субботу ему исполнилось 65 лет, а люди сейчас живут довольно долго. Поэтому, в принципе, это давно началось и неизвестно, когда закончится. И за то время, как мы видим вот эту политическую ситуацию в стране, лучше в смысле политики, в смысле вообще общественной ситуации лучше не становится. То есть мы живем в стране, где, с одной стороны, ты пишешь новости о чем-то, что в принципе не меняется, а с другой стороны, пишешь новости в ситуации, когда тебе эти новости писать довольно часто мешают. Есть, собственно, несколько способов, известных нам, как можно контролировать медиа в России с точки зрения государства. Они за последние 20 лет все довольно хорошо изучены и используются много где, много как. Значит, небольшая инструкция, если вы захотите контролировать медиа в России, могу вам дать несколько подсказок. Первый способ – это деньги. То есть главное сделать так, чтобы, если люди хотят сделать издание, у них отрезать какой-либо доступ к деньгам. Что это значит? Это значит, что если в России кто-нибудь захочет вложиться в медиа, это окажется самым опасным вложением, которое было в его жизни. Потому что, так или иначе, если у вас есть деньги, и вы решили приинвестировать в медиа, это значит, что у вас есть какие-то дополнительные интересы. Это значит, что будет обязательно кто-то, кто вам помешает. Потому что с точки зрения государства вложение в медиа является враждебным действием по отношению к государству. Поэтому, если кто-то вкладывается в Россию в медиа, это значит, что его, скорее всего, кто-то попросил об этом. Все крупнейшие медиа, если они находятся в частных руках, то это значит, что тот, кто владеет этим медиа, получил некоторую команду или настоятельную просьбу это медиа купить. Поэтому, почему это удобно? Это удобно, потому что, если в этом медиа появилось что-то, что не устраивает администрацию губернатора, или администрацию президента, или какую-нибудь другую администрацию, то известен телефон владельца, по которому можно этому владельцу позвонить. Самое основное давление на СМИ происходит в России через владельцев. Потому что нет в России владельца СМИ, который владеет только этим СМИ. У них есть какие-то обязательно другие бизнес-интересы. И через них, собственно, поэтому, если ты, если твое медиа начинает вызывать какие-то проблемы у власти, то у владельца этого медиа обязательно возникнут, ну или обязательно возникнут, или могут возникнуть проблемы с его основным бизнесом. И он, конечно, этого не хочет. Если человек владеет крупным медиа, и, скорее всего, он владеет им не по собственной воле, и он хочет его продать, потому что ему не нравится владеть медиа, то просто так это сделать нельзя. Потому что, если ты хочешь продать издание, тебе ты должен получить разрешение на то, чтобы продать, и продать ты его должен обязательно в хорошие руки. То есть в те руки, которым можно тоже позвонить, и которые будут, скорее всего, совершенно не рады владению этим активом, поэтому они будут ненавидеть журналистов, которые работают в этом издании. Они им вообще-то ни за чем не нужны, им это только проблема. Но, тем не менее, обязательно этот человек должен быть каким-то образом проконтролирован, проверен, и просто так простому человеку эта медиа в руки не попадет. Следующая вещь – это контролировать дистрибуцию. То есть, что это значит? Это значит, что это довольно сложно работает в случае интернета, но в случае классических медиа, то есть телевидения, радио, конечно, никто не получит эфирную частоту, эфирный канал, если ему этого не… если кто-то, как правило, это все решается на уровне администрации президента, не согласует эту частоту. В случае интернета это работает на уровне, прежде всего, репрессивных механизмов, то есть Роскомнадзора, организации, которая занимается блокировками сайтов в интернете, которая, так или иначе, на самом деле, это довольно серьезная проблема в России, немножечко, на мой взгляд, преувеличенная, потому что, при том, что блокировки случаются, это на самом деле на данный момент не носит прямо масштабный характер. При этом все равно, так или иначе, дистрибуция государства пытается максимально контролировать. И только последний способ контроля – это уже напрямую с журналистами. На самом деле, при том, что действительно в России есть довольно много случаев насилия над журналистами, даже убийства журналистов, тем не менее, в масштабах страны этих случаев не очень много. И государство, или иногда, это не всегда какая-то инициатива высоких чиновников, это может быть сделано по инициативе каких-то совсем не крупных чиновников, какой-то мелкой сошки. Тем не менее, государство идет на прямой контакт с журналистами довольно редко, потому что, как правило, контакта с владельцем достаточно для того, чтобы решить проблему. Значит, я хотел бы рассказать вам про контроль государства в медийном пространстве. Но если вы начинаете делать медиа в России, политическая проблема – это не единственная проблема, которая есть. Потому что есть проблема в том, что государство на данный момент идет в две войны, одну более активную, другую менее активную. Одна война происходит у границы государства на востоке Украины, другая война идет в Сирии. И так или иначе, понятно, что это постоянно влияет на экономику страны, на ситуацию в стране, на политическую ситуацию. И если вы начинаете делать медиа, вы это каким образом контролировать не можете. Одним из последствий, это правда, как не только с этим связано, но и с этим тоже, является очень сильный экономический кризис, который привел к тому, что наша национальная валюта упала в два раза за последние три года. А когда национальная валюта падает в два раза, это не очень приятно. И если вы делаете медиа, то это все-таки медиа – это в некотором роде бизнес, в некотором роде. И когда вы делаете бизнес, а ваша валюта чувствует себя так, это проблема. В нашем случае есть еще одна проблема, потому что мы российская медиа, но вообще-то мы находимся не в России. И в Америке это рассказывать очень… Особенно это в Америке хорошо работает, потому что… Знаете, вот стандартная фраза, когда происходит какой-нибудь small talk, вас спрашивают «Where are you from?» И вот если ты говоришь, что ты из России, то реакции могут быть разные. Могут как бы… Могут улыбнуться, могут поморщиться. Поморщиться. Ну, какая-то реакция будет. В общем, так или иначе, можно на лице собеседника увидеть некоторую реакцию. Но дело в том, что вот Россия, а мы находимся вот тут вот, в государстве, осуществление которого не знает ни один американец. Государство называется Латвия. Поэтому в этот момент, когда вас спрашивают «Where are you from?», вы можете сказать две вещи. «Мы из России», и тогда вот будет эта реакция. А можно сказать «Мы из Латвии». И в этот момент на лице собеседника вы не увидите ничего, потому что собеседник не поймет, что вы сейчас сказали. Вот мы находимся в этой некоторой стране. И мы, как Том Сойер, спрятались за забором вот этой гигантской страны и решили, что если мы находимся там, то нам будет лучше. Что пока что показывает, что кажется, это правда так. Значит, когда нас спрашивают, как мы поживаем, мы, в общем-то, говорим, что поживаем мы очень даже неплохо. Мы три года находимся в этой странной стране, о которой мало кто в мире что-то знает. Делаем оттуда российское медиа в ситуации, когда страна переживает чудоточный кризис. Валюта страны упала в два раза, а мы тратим деньги, мы зарабатываем деньги для медиа в этой валюте, а тратим в валюте, которая не падала в два раза в евро, потому что мы находимся внутри Евросоюза. И мы как бы все время сталкиваемся так или иначе с российскими государствами, тем не менее, три года живем, вроде ничего. Я сейчас нагнетал специально, рассказывая про то, что просто приходит в Россию. Действительно, если мы посмотрим про то, как пишет Россия за границей, то картинка абсолютно чудовищная. Россия — это преследование, это государственная пропаганда, это с недавних пор русские хакеры, и это полное отсутствие политической конкуренции в каком-либо виде, потому что, как я уже сказал, у нас есть президент, который 18 лет у власти, и еще сколько там, очевидно, пробудет. И все это, конечно, безусловно, правда. Но это правда не вся. Потому что, если описываете Россию вот с этой точки зрения, это будет правда, да. Все так. Но дело в том, что если остановиться на этом перечислении, то дальше выяснится, что в этой стране невозможно жить. То есть просто ничего невозможно. Жить нельзя, работать нельзя, и лучше действительно уехать, и не в Латвию, которую я вам показал, куда-нибудь действительно подальше лучше в Монтерей. Тем не менее, каким-то образом мы выживаем. И мне кажется, что самое главное, что нужно понимать про современную Россию, и через это про современные медиа в России, это то, что Россия – это страна таких постоянных «но». То есть как бы с одной стороны вот так, но с другой стороны все, на самом деле, совсем по-другому. Я хотел вам несколько вот таких «но» показать на примере издания, которое мы делаем. Значит, еще раз. Издание «Медуза» запустилось в 2014 году в разгар чудовищного экономического кризиса. Не в России. Запустились мы в ситуации, когда государство действительно в открытую начало цензурировать российские медиа. То есть действительно «Медуза» появилась на базе издания «Ленты.ру», которое было разогнано в момент аннексии Крыма. И это были не так много черно-белых ситуаций в истории российских медиа, но это была черно-белая ситуация. Действительно, взяли и разогнали. Тем не менее, вот прошло три года, и издание живет. Три года мы работаем не в России, и при этом нас читает 7 миллионов человек в России. Нас спрашивают, как можно делать издание не из России. На самом деле, интернет, он глобален. Собирать новости можем откуда угодно, и никто нам в этом не мешает на данный момент. Мы не сталкивались еще ни разу с проблемой, чтобы кто-то действительно серьезно ограничил нашу работу. Нет, мы находимся не в России, и нам это совершенно не мешает. За три года наша аудитория выросла в десятки раз. Можно работать не в России, и не иметь аккредитации в России, не иметь лицензию российского медиа, но при этом влиять на происходящее в стране. У нас мы много раз сталкивались с тем, что история, которая выходит в латвийском издании, которая формально не имеет никакого отношения в России, напрямую и очень быстро влияет на происходящее в стране. Один из ярких примеров – это ситуация прошлой осени, когда на «Медузе» было опубликовано письмо заключенного Ильдара Дадина. Ильдар Дадин – это единственный в России заключенный, который был осужден по статье за повторное нарушение законов о митингах. Что это значит? Это значит, что если вы вышли на несанкционированный митинг и вас задержали, то за это вам положен штраф. Но если вы вышли на митинг в течение какого-то времени еще раз и вас опять задержали, то за это вас могут посадить в тюрьму. С Ильдаром Дадином случилось ровно это. Он вышел на митинг, кажется, это был одиночный пикет, если я ничего не ошибаюсь, это был одиночный пикет, то есть он был один. Его задержали, арестовали и посадили. Отправили в колонию в Карелии, на севере России. И прошлой осенью нам пришло письмо от его... То есть нам его жена переслала письмо, письмо, в котором Ильдар Дадин описывал пытки, которые к нему применяют в этой колонии. Пытки в российских тюрьмах – это вообще-то не секрет. То, что в российских тюрьмах есть пытки, это, в общем-то, довольно... Ну, это, в общем-то, то, что никого не удивляет, и с чем, в общем-то, мы живем, и, в общем-то, мы знаем, что худшее, что с тобой может случиться, это попасть в российскую тюрьму. Побываешь в российскую тюрьму – хорошего не жди. Очевидно. При этом, как попасть туда, в общем-то, ну, можно совсем разные вещи. Тем не менее, письмо, которое мы опубликовали, вызвало совершенно невероятный резонанс. Резонанс, который мы, честно говоря, сами не ожидали. Письмо, в котором, видимо, было настолько ярко описано то, что происходит сейчас в тюрьме, привело к тому, что государственные органы начали реагировать на это письмо в течение... Через несколько часов после публикации. Такое в России вообще случается очень редко. Через несколько часов отреагировала федеральная служба исполнения наказаний. Это орган государственный, который отвечает за тюрьмы. Через еще несколько часов отреагировала уполномоченным по правам человека. К Дадину выехала несколько... Несколько раз приезжали комиссии из Москвы. И несмотря на то, что, разумеется, расследование не показало, что в исправительной колонии, то есть в тюрьме, были какие-либо пытки, тем не менее, Эльдар Дадин был освобожден через некоторое время. А статью, насколько я помню, за повторное нарушение на митинге произвели неконституционные. То есть, тем не менее, мы видим, что можно работать не в России и при этом напрямую влиять на происходящее. Это происходит... Невозможно сказать, можно ли так делать регулярно. Мы не можем объяснить, почему в этот раз это сработало, а в другой раз это не сработало. Но, тем не менее, это может работать. Можно быть СМИ, которые не являются российскими, но при этом влиять на происходящее в стране. Другой пример, совершенно из другой оперы, совершенно из другой области. Это пример нашего корреспондента. Его зовут Иван Голунов. Он придумал некоторый прием, как следить за происходящим в нашем государстве. Иван Голунов выбрал один конкретный прием, один конкретный путь. Он взял город Москву и начал изучать, на что в городе Москве тратятся деньги государственные. Почему это хороший прием? По нескольким причинам. Во-первых, Москва тратит совершенно невероятное количество денег на местами странные вещи. Например, в Москве за одно лето могут взять и отремонтировать 80 улиц. или решить, что бюджет города на парке и на благоустройство парков может быть таким, что он превысит бюджет многих российских областей. То есть, город тратит совершенно гигантские деньги на благоустройство территорий. Это очень заметные вещи. Эти вещи, которые замечают, безусловно, жители города, потому что весь город перекопан и все за этим следят. Это огромные деньги. И самое главное, что все эти деньги распределяются через государственные контракты, через тендеры, так называемые. А все тендеры должны быть опубликованы в интернете на сайте государственных закупок. То есть, журналисты могут отследить на что, какие деньги тратятся и кто какие тендеры выигрывает. Поэтому Иван Голунов собственно сделает следующее. Он следит за всеми объявляемыми тендерами и смотрит, кто эти тендеры выигрывает и на что они идут. Местами он обнаруживает совершенно удивительные вещи. Например, он обнаруживает тендер, в котором выясняется, что на подсветку Москвы зимой должно быть потрачено 7 миллиардов рублей. Значит, 7 миллиардов рублей это несколько сотен миллионов долларов, которые должны быть потрачены на фонарики, чтобы город выглядел красиво одним летом, одной зимой. Или он обнаруживает тендер, из которого становится понятно, что фонари на главной улице Москвы Тверской стоят несколько, каждый фонарь стоит несколько миллионов долларов, а закупочная цена, то, сколько этот фонарь стоит на сайте итальянская компания, которая производит, в 100 раз меньше. Вы же знаете, Иван Голунов отменил уже, мы точно знаем, что он отменил тендеров на сумму около 200 миллионов долларов, и он продолжает этим заниматься. Вот мы имеем дело с изданием, которое, опять же, я напомню, находится не в России, которое не является российским изданием, которое формально никак даже не может контактировать с российской властью, потому что мы не можем написать официальный запрос, мы не в России. Тем не менее, можно, будучи таким изданием, отменять в одном городе государственные тендеры на сотни миллионов долларов. Еще один пример, можно, мы, если посмотреть твиттеры российских, не знаю, телевизионных ведущих, и посмотреть, в каком контексте они упоминают «Медузу», то можно, то «Медуза» это такое издание крайне оппозиционное, враждебное, враг народа, мы ненавидим Россию, мы русофобы, просто буквально, как все американские СМИ вместе взятые. Тем не менее, и действительно, такая репутация среди какой-то определенного круга людей у нас есть. Что совершенно не отменяет того, что «Медуза» вообще-то большинство своих денег зарабатывает на рекламе. Рекламу мы подаем в России, и рекламируем мы много кого, в том числе, например, государственные банки, которые, например, находятся под санкциями в Европе. Крупнейший банк России, Сбербанк, является важным рекомендателем «Медузы», а еще есть много других компаний, которые тоже являются нашими рекомендателями. И никто не мешает им рекламироваться на «Медузе», и никто не мешает нам контактировать, общаться. Никто не мешает им платить нам деньги. Это, на самом деле, говорит о том, что ситуация в России совершенно не черно-белая, потому что, если вы находитесь в стране, в которой мы все знаем про политику, про экономику, про преследование журналистов, оппозиционных политиков и так далее, но при этом в этой стране бизнес живет какой-то своей другой жизни, это может измениться в любой момент, но, тем не менее, довольно важная вещь, важно понимать про Россию, что в ней есть абсолютно разнонаправленные процессы, которые вот так вот функционируют. Как они функционируют? Ответить на этот вопрос довольно сложно, тем не менее, это происходит. То же самое, нам совершенно никто не мешает раз в год устраивать конференцию про то, как делать современные медиа, на которые приезжают журналисты таких враждебных России изданий, как «Нью-Йорк Таймс», «Басфит» и другие издания, которые читают в Америке, но при этом в России, кажется, это все просто, все эти издания имеют клеймо русофобов. Есть история не про Россию, история про сопредельное государство Казахстан, в котором мы заблокированы, но, тем не менее, тоже по советскому пространству со всеми вытекающими отсюда последствиями. Значит, мы запустились 20 октября 2014 года, и запустились, мне кажется, мы в районе 10 утра 20 октября 2014 года, а где-то в районе часа дня 20 октября 2014 года нас заблокировали в Казахстане, потому что в Казахстане, потому что вышли мы с материалом нашего тогда специального корреспондента Илья Азара про русских в Казахстане, учитывая, что на дворе был 2014 год, война на Украине, тема русских в бывших советских республиках, это была очень болезненная тема, для Казахстана это была очень, в Казахстане прочитали этот материал и немедленно нас заблокировали. Значит, блокировка наша в Казахстане продолжается по сей день, но в прошлом году, в прошлом году, мне кажется, в прошлом году, в прошлом году, несмотря на то, что мы там по-прежнему блокированы, в прошлом году все те, кто скачали наше предложение, получили возможность нас читать без каких-либо серьезных проблем. Значит, как это было? Значит, Самат, наш технический директор, в какой-то момент объявил технологическую войну Казахстану таким образом, что примерно раз в неделю мы пытались обойти блокировки в Казахстане, но выяснилось, что местные власти очень хорошо технологически подкованы, гораздо на самом деле лучше, чем в России. Вот мы, например, любим говорить про интернет-блокировки в России, так вот в России по сравнению с Казахстаном невероятная демократия, свобода слова и технологически все устроено совсем не так серьезно, как в Казахстане. В Казахстане, когда мы только пытались как-то сменить IP-адреса наши, через несколько часов Казахстан блокировал наши IP-адреса, ничего не получалось. В какой-то момент пришел Самат с горящими глазами и сказал, мы придумали способ. Мы поведем весь наш трафик в Казахстане через Google. И в нашем приложении появилась галочка, в которой написано сейчас я покажу, галочка, которая называется включить в Казахстане. Сейчас она называется включить в Казахстане и Узбекистане, потому что у нас еще в Узбекистане заблокировали, кажется. Мы не уверены в этом до конца, потому что мы не были в Узбекистане, не можем это проверить. Но так или иначе, в момент, когда вы включаете эту галочку, трафик в нашем приложении начинает идти через сервера Google. Сначала мы это сделали так, чтобы информация, сама-то сейчас меня поправит, если я не прав. Мы можем это рассказывать в таким особо академических кругах. мы сделали галочку, после которой вся информация внутри приложения шла через сервера YouTube. Да? И все заработало. Мы довольны сообщили о том, что все работает прекрасно, дорогие жители Казахстана, вы можете нас читать. И через некоторое время, не помню, через сутки, мы начали получать сообщение о том, что в Казахстане перестал работать YouTube. Мы немножечко испугались в этот момент, надо сказать, и поняли, что действительно мы начали как-то слишком, возможно, как-то, ну, не может быть, не стоило этого делать, все-таки, конечно, Медуза-Медуза, но все-таки класть в Казахстане YouTube, это немножко слишком. Это несколько десятков миллионов человек. Это несколько десятков миллионов человек, как подсказывает мне Сама. Да, Медуза все-таки читала значительно меньше народа. Но, Сама-то в этот момент решил не останавливаться достигнут, выскал, но нет, все, теперь раз так, мы поведем Медузу через основные сервера Google, поэтому, если они хотят сделать так, чтобы у них упал поезд Google, ну, пусть попробуют. Мы перевели Медузу на новый канал, и в этот момент Казахстан, видим, Казахстан решил, что все-таки слишком, слишком это тяжело, класть Google это слишком, с тех пор прошло уже полтора года, и ничего, Медуза в Казахстане работает, и ничего страшного. То есть, даже в стране, где вы заблокированы, вообще-то, вы можете, вы можете работать, и ничего страшного не будет. Более того, мы ездим регулярно на конференции в Казахстан, рассказываем про Медузу, и никто нам не мешает этого делать, ни разу у нас не было с этим никаких проблем. Другая история заключается в том, о том, что я говорил в самом начале, это то, что мы делаем новости в стране, где новости либо никому не интересны, либо они плохие. Наша главная проблема, как новостного издания заключается в том, что все новости, о которых мы пишем, плохие. То есть, чему это приводит? Это приводит, на самом деле, к проблемам с эмпатией аудитории. То есть, когда ты, как человек, ты просто человек, ты все время, вокруг тебя информационный фон отрицательный, когда ты видишь только плохие новости, в какой-то момент ты перестаешь новостями интересоваться. ты хочешь жить в мире, где этих новостей не существует. Тем не менее, наша работа сделать так, чтобы наша аудитория новости читала. Что мы для этого делаем? Мы пытаемся рассказывать новости не так, как это делают другие, то есть, пытаться донести важную информацию или курьезную информацию таким образом, чтобы люди это прочитали. В этом смысле работают два приема. Первый прием заключается в том, что на самом деле огромная часть новостей, которые мы рассказываем, они неплохие, они абсурдные, потому что важно понимать, что страна, в которой мы живем, в ней страшных новостей действительно довольно много, но гораздо больше новостей абсурдных. Большинство вещей, которые происходят в стране, происходят так, как они происходят, не потому, что кто-то решил, кто-то специально хочет что-то сделать плохое. Большинство вещей происходит потому, что люди глупые и делают глупые вещи и не несут за это никакой ответственности. Большинство новостей у нас абсурдны. И про это важно понимать. Никогда не надо нагнетать, никогда не надо говорить, что все хуже, чем есть. И так все достаточно плохо. Мы стараемся показывать, что мир вокруг нас больше абсурден, чем ужасен. Вот, например, история, которую я не помню. Возможно, я рассказывал это уже полтора года назад, но мне это важно, чтобы подойти к другой истории, я ее расскажу еще раз. Эта история, это совершенно не политическая новость, тем не менее. Значит, история такая. Некоторое время назад московский метрополитен, огромная организация, в которой есть очень много станций, тут, наверное, это видно, объявила о том, что в московском метро появится туалет. Один. В московском метро не было никогда ни один туалетов. Если ты зашел в московское метро, знай, что если что, терпи. Вот как едешь, терпи, езжай, куда ехал, и вообще никаких туалетов не будет. Жители Москвы это знают с рождения и живут с этой информацией. И тут происходит невероятное. В московском метро появляется туалет. Мы выпустили новость настолько важная, что мы решили выпустить путеводителя по туалету в московском метро, где черным были отмечены станции, на которых туалеты есть, а серым были отмечены станции, на которых туалета нет. Но это не конец истории. Это совсем не конец истории. Потому что спустя несколько недель администрация московского метро заявила о том, что туалет в московском метро будет демонтирован. В этот момент мы выпустили обновленный путеводитель по туалетам в московском метро, в котором, опять же, черным отмечены станции, где туалет есть, и серым отмечены станции, где туалета нет. Но и это не конец истории, потому что через еще две недели администрация московского метрополитена объявила о том, что туалет будет построен заново. В этот момент выпустили историю туалета в московском метро. И это, на самом деле, история, с одной стороны, конечно, про туалет в московском метро, с другой стороны, это вообще история про то, как в России что-то строят, потом ломают, потом опять строят. Bottom line, вся эта история заключается в том, что в целом это довольно хорошая коррупционная схема, потому что сначала ты получил финансирование на то, чтобы построить туалет, потом ты получил финансирование на то, чтобы уничтожить туалет, а потом ты снова получил финансирование на то, чтобы туалет построить. Поэтому надо понимать, что каждый раз на каждое из этих действий в московском метро были выделены государственные деньги. Вот эта вот картинка, которую я вам показал, это то, мы делали таких картинок довольно много, а потом поняли, что это хороший формат внутри издания. Формат, который мы назвали в одной картинке, и это формат, в котором вы можете на очень маленькой карточке рассказать целую историю. И оказалось, что очень много историй можно рассказывать в таких вот карточках. Вот, например, история, хотел вам показать такой вот пример. Я не знаю, насколько вы в курсе происходящего в России, но в России сейчас происходит процесс судебный, на котором судит бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Для России эта вещь абсолютно беспрецедентная. Не было в современной России истории, когда происходил открытый судебный процесс против министра. Был случай, когда было расследование и был уволен министр обороны, такое было, но чтобы был открытый судебный процесс, нет, такого не было. Более того, это процесс, в котором главным противником министра выступает один из самых могущественных людей в стране, Игорь Сечин. Игорь Сечин, это один из ближайших людей в окружении Владимира Путина. Это человек, который является генеральным директором компании «Роснефть», крупнейшей нефтяной компании в России и, соответственно, одной из крупнейших нефтяных компаний в мире. Игорь Сечин обвинил Алексея Улюкаева в том, что Алексей Улюкаев вымогал у Игоря Сечина взятку размером 2 миллиона долларов. В сентябре начался процесс. Процесс был абсолютно... Это процесс, по которому можно ставить, я уверен, современную пьесу. Я не уверен, что эту современную пьесу смогут показать в России, но и не в России эта пьеса будет пользоваться, мне кажется, большим успехом, потому что это действительно рассказывает очень много про российское государство. Я не буду сейчас подробно рассказывать про этот процесс, но в качестве, просто для примера, в качестве доказательства следствия о том, что взятка была, был показан жест, которым Алексей Улюкаев вымогал взятку в размере 2 миллиона долларов. Жест вот такой. То есть вот этот жест в суде является доказательством того, что человек требовал взятку, министр требовал взятку у главы одной из крупнейших в мире нефтяных компаний. Эта история можно сказать в виде одной картинки. Другой пример — это Алексей Навальный, известный российский политик, оппозиционный. Аня была много лет пресс-селектором Алексея Навального, пока не уехала в Америку. И не стала работать на «Медузу». Значит, Алексей Навальный регулярно делает, и самое вообще сильное, наверное, что он делает, это расследование коррупции среди крупных российских чиновников или людей, которые формально не являются чиновниками. Однако, поскольку в России между чиновниками и чиновниками не всегда видно разница, тем не менее являются фактически государственными служащими. И, собственно, вот пример, когда Навальный совсем недавно, это было меньше месяца назад, он выпустил расследование про одного из самых известных российских телеведущих Владимира Соловьева, который оказался несказанно богат. И в этот момент, собственно, Алексей Навальный выпустил расследование. Российские журналисты пришли к Владимиру Соловьеву за комментариями, откуда у него эти деньги. На что Владимир Соловьев объяснил, откуда у него эти деньги. Он сказал, что он просто богат. И на этом, собственно, дальше ты ничего не можешь делать с Владимиром Соловьевым, потому что на этом вся история заканчивается. И, к сожалению, вот эта вся реакция, которую вы можете максимум получить от человека, который непонятно каким образом заработал непонятное количество денег в России. Или другая история про Алексея Навального, который... Дело в том, что в России сейчас происходит предвыборная кампания. Эта предвыборная кампания крайне странная, потому что, ну, все знают, кто будет победителем в этой предвыборной кампании, но этот победитель до сих пор не объявил о том, что он баллотируется в президенты. До выборов осталось меньше полугода или полугода где-то осталось до выборов. Тем не менее, основной кандидат не объявил, что он собирается идти в президенты. А другой кандидат, Алексей Навальный, объявил о том, что он собирается идти в президенты уже год назад, но при этом все знают, что его не зарегистрируют в качестве кандидата. Поэтому предвыборная кампания ведет только один кандидат, про которого все знают, что за него даже невозможно будет проголосовать. И этот кандидат, который невозможно будет проголосовать, за время, как он ведет свою кампанию, каждый пятый день провел в тюрьме. Он все время пытается организовать митинги, даже организует митинги. Митинги происходят всегда в его отсутствии, потому что за несколько часов до митинга Алексея Навального арестовывают, заставляют в тюрьму где-то на 20-30 дней. В результате выясняется, что предвыборная кампания в России устроена вот таким вот образом. Если вы хотите попытаться стать президентом, то будьте готовы, что во время предвыборной кампании каждый пятый день вы проведете в российской тюрьме. Значит, что я хотел сказать еще про вот этот формат. Я хотел сказать, что этот формат, он, медуза, это прежде всего сайт, но мы прекрасно понимаем, что мы живем в ситуации кроссплатформенности, многоплатформенности. Это в Америке называется distributed media. То есть есть огромное количество людей, которые нас читают, например, только в фейсбуке. И никуда больше не ходят. Чем хороший этот формат? Тем, что если вы хотите повесить этот материал в социальные сети, то вся история будет рассказана прямо в вашей ленте. Таким образом, мы можем распространять наши истории гораздо дальше, чем только с помощью сайта медузы, который довольно большой, но тем не менее мы понимаем, что аудитории нашей гораздо больше, и сидит она не только на нашем сайте. Другой пример, как мы рассказываем истории. И про это мы рассказывали полтора года назад, но никогда не лишите повторить. Другой способ рассказать истории – это с помощью всяких разных интерактивных форматов. Если очень многие истории новостные, которые происходят во времени, долго, и которые не очень интересны на самом деле аудитория, но нам кажутся важными, мы можем привлечь к ним внимание за счет интерактивности, за счет подхода. Скажем, пример, который, я думаю, что вам хорошо известен, это дипломатическая война, которая происходит между Россией и Америкой последние несколько месяцев. Когда Дональд Трамп стал президентом США, в России радость среди российских чиновников вызывала некоторую отторопь, потому что, мне кажется, никогда в жизни мы не встречали, чтобы российские чиновники так радовались победе какого-либо политика в какой-либо другой стране, устраиваясь вечеринки. Мы в редакции при этом делали ставки, сколько времени эта дружба продлится. Значит, мы сделали, самая популярная была ставка в районе трех месяцев, но нет, дружба продлилась в районе полугода, но, тем не менее, закончилась самым, наверное, большим политическим кризисом между Россией и Америкой за последние годы, или, может, даже десятилетия. По крайней мере, привело это к дипломатической войне, когда, значит, и Россия, и Америка начали по очереди высылать дипломатов из страны. Смотреть на это было со стороны довольно страшно, потому что от этого единственные, кто страдал от... Сначала Россия потребовала сократить штат посольства США в России на 700, кажется, человек, потом, до этого, значит, Россию лишили каких-то зданий в Вашингтоне, после этого... И выслали 25 человек накануне Нового года, после этого было закрыто консульство России в Сан-Франциско, так или иначе, вы понимали, что единственные, на самом деле, кто помимо этих высланных сотрудников страдает, это люди в России и Америке, которые просто будут сложно получить, например, визы. То есть, чтобы понимать, впоследствием высылки 700 дипломатов, американцев дипломатов из России, было то, что США закрыли все консульства, выдачу виз везде, кроме Москвы. Это значит, например, что если вы живете в городе Владивостоке и решите поехать в США, то сначала вам надо приехать в Москву 9 часов на самолете, подать на визу, потом вернуться, потом получить эту визу, и потом поехать в Америку. То есть, лететь из Владивостока до Соединенных Штатов Америки примерно столько же, сколько до Москвы, только в другую сторону. То есть, как бы люди страдали. При этом, две страны обменивались постоянно угрозами и действительно конкретными действиями. Что мы сделали? Мы сделали игру. Игра, знаете, есть, я не знаю, есть ли такая игра в... У нас была такая в детстве игра, это когда, знаете, есть спички, и вы должны по очереди вытягивать спички и проигрывает тот... То есть, ваша задача вытащить последнюю спичку. Если ваш соперник вытащил последнюю спичку, значит, вы проиграли. Мы сделали точно такую же игру, только вместо спичек тут есть дипломаты. И вы... У нас есть английская версия, которая представляет здесь Анна. Здесь Анна... У нас все время сказать, что у нас вообще есть еще английская версия, поэтому если вдруг по-русски сложно, то вот... Да, вот эта игра... Эта игра в английской версии. Важно понимать, что в английской версии вы играли за США, а в русской версии вы играли за Россию. Вот это вот здесь мы играем за США. Ваша задача вытягивать либо одну, либо две, либо три спички. То есть, высылать либо одного, либо двух, либо трех дипломатов. Задача сделать так, чтобы, опять же, вы выслали последнего дипломата. Вы, не ваш соперник. И вы вот вытягиваете, а ваш соперник вытягивает еще. Вы вытягиваете, а ваш соперник вытягивает еще. Ну, я не буду сейчас... Понятно, к чему это ведет. В данной игре... Я никогда не выиграю в эту игру. В данной игре выиграли русских. Знаете, к чему я все это рассказываю? Сказать я хочу несколько вещей. В России сейчас, конечно, непростая ситуация. И действительно, как я и вначале сказал, что... Ну, есть... Скажем так... Я довольно часто читаю лекции в России, и разные люди, особенно молодые, спрашивают, как делать в России медиа. Единственное, что я могу сказать людям в России, которые хотят делать медиа, я всем советую медиа не делать. Потому что, в целом, это далеко не лучшая вещь, которую можно делать в России. Во-первых, это рискованно. Во-вторых, там мало денег. Если вы хотите разбогатеть, вам нужно делать не медиа. Если вы хотите жить спокойно, вам нужно делать не медиа. Все это, как бы... Это все много проблем и довольно мало выхлопа. Действительно, можно выйти в Монтерей и прочитать лекции, но в целом это тоже происходит не всегда и довольно редко. Тем не менее, когда мы начинаем читать про Россию в иностранной прессе, то мы видим картинку, как правило, черно-белую. В России картинка не черно-белая. В России есть много проблем, но мы считаем, что все проблемы, о которых мы говорим, все проблемы в России, о которых мы говорим, это наши возможности. Возможно, это наши единственные возможности. Но, тем не менее, как в случае «Медузы», что это значит? В России, не знаю, если... В России закрывается издание, в России контролируется пресса, в России так или иначе все время разгоняется целая команда журналистов. Тем не менее, в России очень много профессиональных журналистов. Если вы являетесь живым медиа, если вы можете работать, для вас это значит, что вы имеете доступ к очень профессиональным журналистам, с которыми можете постоянно работать. Мы говорим о том, что новости в России плохие, но давайте, если начать эти новости, если сделать... как сказать, если... если... просто сообщать людям все время плохие новости, это не работает. Если громко заявить, что все новости плохие, и давайте... давайте превратим это в игру, давайте плохие новости превратим в игру, это начинает работать. Важной проблемой является еще и то, что... да, в стране, где много политических проблем, есть большой соблазн сказать, что российские медиа не выживают из-за того, что их давят. И во многом это правда так. Но, на мой взгляд, гораздо более серьезной проблемой для любых СМИ в мире сейчас являются проблемы технологические. потому что, с одной стороны, с одной стороны, есть политика, а с другой стороны, есть то, что за последние десятилетия мы все с вами начали по-другому употреблять информацию. Мы используем каждый день десяток приложений. У нас синдром рассеянного внимания. Мы не досчитываем ни один текст до конца. Мы сидим только в социальных сетях. И эта проблема для медиа является, на самом деле, гораздо более серьезной, чем политические проблемы. Да, есть страны, где политические проблемы самые важные. Я недавно был на конференции в Грузии, и там выступал человек из Азербайджана. Вот в Азербайджане делать медиа невозможно, действительно. Там все совсем плохо. В России делать медиа возможно. В России можно и делать медиа, и даже зарабатывать на этих медиа. И проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, это не политические проблемы. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, это то, что наша аудитория находится в телефоне, в компьютере, в часах, в мессенджерах. И это для нас гораздо более серьезные проблемы. И эта проблема глобальная. В этом смысле те проблемы, которые есть у российских медиа, ничем не отличаются от тех проблем, которые есть у американских медиа. Те проблемы, которые сталкиваются New York Times со своей моделью подписки и бумажной газетой, это те же проблемы, с которыми сталкиваются российские газеты. Те проблемы, с которыми сталкиваются современные медиа, когда пытаются зарабатывать деньги, это те же самые проблемы, с которыми сталкиваются российские медиа. Еще одна вещь, о которой важно помнить, это то, что всегда есть соблазн подумать, что в России есть человек, который принимает решения, и все, что происходит в России, это является цепочкой, что один сказал, и все остальные сделали. На самом деле, это, безусловно, вообще не так. Россия это страна, в которой происходит постоянно неконтролируемый хаос. Очень многие вещи, которые мы видим, они происходят не потому, что кто-то так решил, а потому, что так получилось. Почему так получилось, мы, скорее всего, никогда не узнаем. Это может быть последствиями войны одного клана с другим кланом. Это может быть просто чья-то глупость. Или это может быть действительно, причина этого действительно может быть потому, что президент России Владимир Путин так решил. Ну и, скорее всего, вот последнее происходит реже всего. Как правило, это что-то, кто-то почему-то, зачем-то, непонятно зачем сделал. Это, скорее, хаос. И мы имеем дело со страной, в которой происходят неожиданные вещи, непонятных ситуациях, непонятно почему. На самом деле, это гораздо более страшно, потому что это страна, у которой есть ядерное оружие, и когда происходит столько совершенно необъяснимых действий, непонятно почему, это страшнее, чем есть человек, который принимающий решение. Тем не менее, есть ощущение, что этого человека нет. И самое главное, что важно понимать про Россию, и когда я говорю, что Россия это страна постоянных «но», я хочу сказать, что самое главное, ты никогда не знаешь, что будет завтра. Вот я говорю о том, что я начал с того, что у нас президент, который 18 лет у власти, и еще пробудет, может быть, 20 лет, а может быть, 25 лет, а может, 15 лет. Но главное, что надо знать про Россию, что ситуация может замениться в любой момент. Я вам рассказываю про то, что можно делать медиа в России, но вероятность того, что завтра случится что-то, из-за чего медуза не сможет дальше существовать, она всегда существует. Совершенно неизвестно, откуда, что, куда к нам прилетит. Почему? Совершенно неизвестно, с какой ноги завтра станет какой-то человек, который решит, что медуза является врагом, и ее не должно существовать. Совершенно неизвестно, как завтра сложится ситуация, и кто будет нашим президентом завтра. Россия — это крайне непредсказуемая страна, и поскольку это непредсказуемость невозможно никак влиять, то единственное, что мы можем делать, мы можем об этом не думать. Мы не можем думать о том, что будет с медузой завтра. Мы можем думать только о том, что с медузой будет сегодня. Мы не можем на самом деле думать о том, что будет с Россией завтра. Мы можем думать только о том, что будет с Россией сегодня, потому что на завтра мы никак, к сожалению, не влияем. Поэтому увидимся завтра, в переносном смысле. Завтра будет совершенно в другом месте, на самом деле. И мне кажется, я немножко затянул эту лекцию. Поэтому я с удовольствием и, я думаю, сама ты и Аня ответим на ваши вопросы, если они есть. Спасибо большое.